Всем привет! Вы на канале Крипто Комманс. С вами Фла-Ла-Ла, Ака Гриниджо. Только что вернулся с фестиваля Sun Spirit из ущелья Eski Ackerman. Замечательное место в Крыму. Столько позитивных солнечных людей. Классная музыка. Отыграл там несколько сетов с разными проектами. Отдохнул и прочистил голову. И вот вы можете видеть сейчас кадры с этих мест. Очень дружелюбная атмосфера. Вообще суперская энергетика. И вы представляете, я трое суток там пробыл. Даже не наблюдал за своим портфелем. И не торговал, естественно. И так хорошо на самом деле. И хотел сегодня с вами поделиться этим. Поговорить с вами о горизонтах. Вот как вы видите, здесь на горизонте мы видим горы. И у нас на горизонтах с вами тоже горы. И весь вопрос в том, какими горизонтами мыслить. Потому что у каждого они разные. И у тех, кто каждый день торгует, интродейт, пытается урвать от рынка все. Порвать этот рынок в лоскуты и так далее. Как правило, в конечном счете теряет на этом. Либо выходит в лучшем случае в безубыток. Либо теряет большую часть средств, если не сливает вообще все депозиты. Я думаю, многие из нас с вами, кто торгует, проходили эти ошибки. И сегодня мы поговорим с вами про макротренд биткоина. Про долгосрочные его перспективы. Как новой формы денег. Новой формы цифрового средства обмена, сбережения. Как хотите. В общем, приготовил для вас несколько интересных фактов. Касательно модели Stock to Flow. И свечек Хайка Наши. Каналы логарифмической регрессии. И так далее. Ну, в общем, погнали. Думаю, вам будет тут интересно. Посмотрите обязательно. Да, если вы еще не подписались на канал, то обязательно это сделайте. И также подпишитесь в телегу. Вот она появилась на экране. Никакой цензуры, никаких банов. Можете писать, постить все, что хотите. Ребята все общаются. Тоже постят теханализ каждый день. Делятся опытом торговли и так далее. Ну, погнали. Смотрите. Сегодня мы рассмотрим месячный график. То есть, месячные свечи на графике. И это будут свечи Хайка Наши. Перед вами график биткоина за всю историю его существования. То есть, грубо говоря, 10 лет. Ну, он существует, конечно, немножко больше. Уже там 11, по-моему. Но вот мы видим с вами на экране практически всю историю его существования. И здесь у нас начерчен канал логарифмической регрессии. То есть, мы смотрим в логарифмической шкале на биткоин. Вот эта зеленая кривая линия снизу, это у нас самая нижняя цена биткоина, где нужно его аккумулировать. То есть, это где биткоин на самом деле недооценен. Желтая кривая линия в центре, это получается честная цена биткоина, где он как раз меняет свой тренд и начинается стадия пузыря. И красная верхняя линия, это уже стадия пиков пузырей по модели Stock to Flow, где, соответственно, нужно продавать биткоин и фиксировать прибыль. И ожидать коррекции как минимум к желтой или к зеленой линии этого канала. Также мы наложим еще модель Stock to Flow в качестве индикатора. Вот эта белая линия. Также у нас тут на графике с вами есть линии халвингов. Вот эти белые вертикальные линии, это три халвинга, которые случались с биткоином уже за его историю. То есть, уполовинивание награды майнерам. И, как мы видим, вот у нас надувались пузыри периодически, потом они сдувались. И вот сейчас мы, вероятно, в стадии зарождения нового пузыря на криптовалютном рынке. Ну и посмотрите, вот у нас модель соотношения запаса к потоку. Кто не в курсе про модель Stock to Flow, советую загуглить и почитать обязательно про нее более подробно. В общем, эта штука нам предсказывает ценовые движения биткоина. И, как мы видим, до сих пор эта модель идеально отрабатывала. То есть, сначала мы видим, что белая линия взлетает. Это как бы предсказание цены биткоина. А дальше мы видим, что и цена на графике начинает догонять эту модель, а после даже перегоняет ее на пике очередного пузыря. Вот мы видим первый такой пузырь. Цена перегнала и потом откатилась назад ниже. Потом мы видим второй халвинг. Опять же, цена уже немного дольше и сложнее, но догоняла и также перегнала эту модель. И потом откатилась назад ниже. И сейчас мы с вами находимся в начале следующего цикла. То есть, вот у нас только случился халвинг. Цена у нас сейчас лежит буквально на самом дне по этой модели логарифмической регрессии. То есть, там, где разумно аккумулировать BTC. И дальше, вот нам модель Stock to Flow предсказывает, что честная цена биткоина за ближайшие полтора-два года должна быть в районе 100 тысяч долларов. И логично предположить, что мы будем потихонечку с вами расти в долгосрочной перспективе. Ну, смотрите, давайте здесь используем такую штуку, которая называется Bars Pattern. То есть, свечной паттерн. И мы просто скопируем предыдущее ценовое движение биткоина и поставим его вот сюда. Таким образом, мы видим с вами, что все это укладывается в продолжение нашей с вами логарифмической регрессии. Но единственное, что, поскольку каждый следующий цикл все более длительный, то мы можем с вами растянуть этот паттерн вот таким вот образом. Потому что возможно, что этот цикл будет еще более изнурительный. И расти мы будем немного дольше, чем все ожидают. Но тем не менее, по всем фундаментальным показателям мы, конечно же, будем расти. Поскольку мы видим с вами нереальнейшую инфляцию на долларе сейчас и на всех фиатных валютах. Мы видим, как центробанки печатают просто огромное количество денег. И этим самым, естественно, покупная способность этих денег уменьшается. Как мы можем видеть с вами вот из этого с корена, что покупная способность доллара все это время очень сильно падала. Соответственно, логично предположить, что такие дефляционные активы, как драгметал, золото, серебро и также, конечно же, биткоин и некоторые стопудовые криптовалюты будут расти по отношению к доллару. То есть, как минимум, по факту, будут сохранять ценность во время того, как доллар будет терять свою ценность вместе с остальными фиатными валютами. Но теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что мы смотрим не простые свечки на графике, а мы с вами смотрим на свечи Хайкенаши. Это очень-очень мощный индикатор, особенно на больших таймфреймах, таких как вот сейчас мы смотрим месячные свечи с вами. То есть, каждая свеча это один месяц. И мы смотрим не на обычные свечи, а на свечи Хайкенаши. Это очень-очень мощный индикатор на больших таймфреймах. Сейчас объясню почему. Если вы не в курсе до сих пор, что такое свечи Хайкенаши и с чем их едят, обязательно посмотрите вот этот видеоурок. Он сейчас появится у вас сверху на экране. Я его перевел достаточно давно на моем канале. Он очень-очень полезный. Он для всех, кто хочет разобраться в том, что такое Хайкенаши и как они помогают распознать тренд. Ну вот обратите внимание, вот мы приближаемся на предыдущий бычий и медвежий цикл. И мы здесь с вами явно видим, что у нас был полтора года бычий тренд. Как мы видим, с сентября 2016 до декабря 2017, даже до января 2018. Это был один сплошной бычий тренд. Видите, все свечки зеленые. А после этого мы видим явный медвежий тренд весь 2018 год. До начала 2019 это был медвежий рынок. То есть все свечки были красные и мы падали. Теперь обратите внимание, вот мы переключились на обычные свечки. И посмотрите, в чем разница. Вы видите, что здесь на обычных свечках мы видим постоянную ложную смену тренда. То есть на обычных свечках у нас было много ложных красных свечек во время булрана. Посмотрите, вот здесь, вот здесь мы все время видели ложный сигнал на разворот тренда. Хотя тренд продолжался по сути. И также мы видим на медвежьем рынке тоже у нас были зеленые свечки, которые по сути были ложными и просто сбивали с толку. То есть тут важно понять, почему же все-таки многие умудряются терять деньги на явном бычем или явном медвежьем рынке. Да вот почему. Потому что все пытаются трейдить и угадывать движение цены. И на самом деле, если мыслить более широко и долгосрочно, то здесь этого делать было не нужно. Вот посмотрите еще раз на свечи Хайка Наши. И вы здесь видите явный бычий и явный медвежий тренд. Еще раз повторюсь. То есть по сути все, что нужно было сделать, сейчас уже мы видим это. То есть все, что нужно было сделать, это войти в лонг в сентябре 2016. И выйти из лонга в январе 2018, как мы видим. И соответственно встать в шорт в январе 2018 и выйти из этого шорта в январе 2019. То есть понимаете, по факту нужно было реально сделать два макротрейда. Вот. И теперь нам становится очевидно с вами, что вот здесь нужно было сделать покупку, а здесь продажу. Исходя из свечек Хайка Наши. Как бы не вдаваясь в подробности, как работают свечки Хайка Наши, для этого еще раз говорю, можете посмотреть видео урок. Я оставлю его в описании. Но, грубо говоря, Хайка Наши это немножко запоздалый индикатор, потому что каждая свечка Хайка Наши имеет информацию из предыдущей свечи. Поэтому-то они собственно и исключают эти ложные сигналы и не меняют так часто цвет, как обычные свечки. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас на обычном графике уже первая свеча красная, а потом опять зеленая, то Хайка Наши сохраняет при этом цвет. Но если у вас на обычном графике уже две красные свечи, вот тогда Хайка Наши поменяет только свой цвет. Это очень, грубо говоря, упрощая. И тогда вы увидите, что смена тренда действительно произошла. Соответственно, на графиках Хайка Наши у вас запоздание вот на месячных свечках примерно в один месяц. Но еще раз, если у вас идет тренд 12 или 16 месяцев, как мы это видим, то вы можете спокойно пренебречь этим одним месяцем ради того, чтобы сохранить движение по тренду и не реагировать на ложные сигналы. То есть, еще раз, опять же, вы на обычных свечках, посмотрите на скрин, вышли бы уже здесь из лонга и по 4000 долларов, и по 2000 долларов, и по 4000 долларов. Но в итоге Хайка Наши вас довели до 20000 долларов, и пускай даже вы только вот здесь на 14000 долларов, уже когда мы начали падать, поняли, что нужно выходить. Все равно 14000 долларов – это не 4, понимаете, да, разницу? Вы бы не пропустили вот это самое большое движение. То же самое касается медвежьего тренда. Посмотрите, на обычных свечках вы бы вышли уже из шорта и по 10000 долларов, и по 80000 долларов. А на самом деле Хайка Наши довели бы вас до, вплоть до 4000 долларов, или даже до 3000 с чем-то. И пускай бы вы вышли даже хотя бы здесь по 5 на развороте, но все равно это не 8 и не 10, понимаете, да? То есть, в этом плане это очень мощный индикатор, еще раз, на больших таймфреймах. На малых таймфреймах для скальпинга он, конечно, не работает, потому что он дает запоздалый сигнал. Это только для того, чтобы определить макротренд. Ну и по этой же логике, смотрите, мы можем на нашем макрографике расставить вот эти надписи Buy и Sell, где нам нужно было покупать и продавать биткоин. И мы видим, что, в принципе, если так смотреть циклично раз в 4 года, то биткоин нужно было покупать четко в момент его халвингов и продавать четко в момент следующих пиков, то есть где-то между халвингами. Посмотрите, да, видите? Покупаем сразу после халвинга, продаем примерно в середине, то есть через 2 года после халвинга. И сейчас логично предположить, что мы увидим вот такую подобную штуку, где вот модель Stock to Flow нам предсказывает цену в 100 тысяч долларов за биткоин, но это, скажем так, цена не пика, а средняя цена следующего цикла. То есть, как мы видим, все пики переписывали эту предсказанную цену Stock to Flow и уходили выше. То есть мы можем предположить, что цена биткоина уйдет выше, куда-нибудь на 200 или даже на 300-400 тысяч долларов. И вот там-то мы и будем с вами продавать и, возможно, даже шортить. И обратите внимание, что если мы двигаемся дальше по нашему каналу, то у нас, скажем, в декабре 2021 года нижняя граница канала будет уже на отметке в 20 тысяч долларов. То есть, видите, канал-то растет тоже. Скажем, а в июле 2023 года нижняя граница канала будет уже в районе 50 тысяч долларов в августе 2023 года. Соответственно, предыдущие ценовые пики окажутся уже в нижней границе этого канала и даже ниже ее. То есть, грубо говоря, 20 тысяч долларов – это будет уже недосягаемо дешевый уровень в какой-то момент. Также, если мы проведем горизонтальную линию, мы с вами это увидим, что уже сейчас уровень 20 тысяч долларов – это, скажем так, средний ценовой уровень. Это даже не высокая цена по биткоину. Также мы можем провести горизонтальную линию с вами от предыдущего пика 2013 года в 1200 долларов. И тоже увидеть, что когда этот уровень совпал со средней границей канала, это был как раз тот момент, где был халвинг и где нужно было покупать. И мы видим с вами, как цена после этого быстро хорошо набрала наверх и ушла гораздо выше цены, которую предсказывала модель Stock to Flow. То есть, сейчас мы с вами находимся еще даже ниже этой честной цены. Мы сейчас находимся с вами на уровне 10 тысяч долларов. То есть, по этой модели мы очень скоро увидим и 20 тысяч долларов, где все будут думать, что надо продавать, что мы сильно отросли, шортить. И вот те, кто зашортят, это и будут на самом деле все эти спекулянты, они будут топливом для следующего роста. Потому что каждый буллран это по сути серия шортсквизов. То есть, когда уж артистов начинают отнимать деньги. Поэтому, смотрите какая вещь. Еще мы можем перевернуть этот график, нажав здесь на инверс, и посмотреть не график биткоина в долларах, а график доллара в биткоинах. И мы с вами видим, что это достаточно плачевная картина. Доллар в биткоинах за все эти 10 лет очень сильно падал. Поскольку покупная способность доллара, как мы знаем с вами, тоже очень сильно падала. Вот. Еще хочу обратить ваше внимание на индикаторы RSI и MACD на этом месячном таймфрейме. Здесь очень важные уровни. Посмотрите, когда мы выходили вот из этого, из этой зоны, из этой фиолетовой зоны, примерно 70 по RSI, мы входили в стадию, мы как раз входили в фазу нового бычьего рынка. И также, когда мы возвращались обратно, мы попадали в фазу медвежьего рынка. И обратите внимание, где мы сейчас. Вот эти кружки, это пересечение этой линии. Вот у нас был медвежий рынок, вот бычий, вот медвежий. И сейчас мы очень близко к этому уровню, который, когда мы пересечем, вероятнее всего, мы окажемся снова в массивном бычьем рынке. Как вы видите. И то же самое касается MACD. Видите, когда мы были в массивном бычьем рынке, у нас здесь была абсолютно зеленая MACD. И сейчас, как мы видим, у нас MACD снова разворачивается в зеленую зону и только-только начинает набирать обороты. Поэтому обязательно предлагаю вам внимательно смотреть на месячный таймфрейм, используя свечи Хайка Наши, чтобы быть в курсе, какой сейчас тренд. И по всей видимости, сейчас все-таки тренд бычий. Даже если мы увидим с вами коррекцию куда-то, ну, допустим, дно нашего канала с вами сейчас примерно уровень 6900-7000 долларов. Мы можем туда упасть, можем. Можем, конечно же, и не упасть. Но даже если мы туда упадем, то там нужно будет как можно сильнее аккумулировать биткоин, потому что дальше мы с вами пойдем наверх, исходя из этой теории. Ну и вот у нас, собственно, будет примерно здесь следующий халвинг. Мы можем нарисовать вот эту линию. И, соответственно, продавать нам тоже нужно будет где-то в 2022 году, когда мы достигнем следующего пика. Вот. О всякой более мелкой спекулятивной истории мы поговорим с вами в следующем видео. Про Uniswap, про новые монеты, которые залистили на все биржи. В общем, вот так вот. С вами был Flalala. Это канал CryptoCommons. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в Telegram-чат. Не забывайте про долгосрочный взгляд на рынок. Всем профита. На связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...